всем привет это канал из москвы в израиль и вы видели как закончилась наша экскурсия на крыше и сейчас будет ее продолжение то ради чего мы приехали сегодня в юру салим а это к несет и мы сейчас уже на территории так что идем проверять документики и внутрь так судя по всему сзади на здание кнессета мы ждем проверки документов сейчас будем заходить ну и у нас будет двухчасовая экскурсия не знаю что два часа можно показывать в кнессете но я трехчасовая показания но это не факт потому что мы в 5 должны выехать все идем туда сейчас посмотрим есть это можно снимать поснимаем вам расскажем и покажем главное вот для нас это первый раз поэтому нам самим интересно даже если вы ничего не увидите мы очень довольны все прошли контроль туда ты пока не смотрели вот без стекла пойдемте а и и Декларация независимости Израиля Которая была создана и подписана 14 мая 1948 года В 4 часа дня, в пятницу, в Тель-Авиве Я думаю, многие из вас были на улице Рообщинс в Тель-Авиве Или как раз там, где стоит памятник мужчине, который вверху на лошади И напротив него здание, в котором сейчас реконструкция Там провозгласили о создании независимости государства Израиля Так, мы в Кносити, напоминаю Сзади меня получается зал имени Марка Шагала Вот это вот сделаны гобелены Сделались они на заказ во Франции Ткались, представляете себе, вот такого вот Бесценного наверняка Туда нас не пустили, там готовится какое-то мероприятие А вот здесь, с этой стороны А вот около меня декларация независимости Израиля Которая была подписана, вон, подпись там и Голдемейр Здесь собраны, слово демократия здесь отсутствует Но здесь собраны основные тезисы демократические И в том числе другие моменты Интересный момент, что подписали ее в мае А через пару месяцев здесь написано, что должна была быть принята конституция Израиля Но, как мы знаем, до сих пор конституции в Израиле нет Субтитры сделал DimaTorzok Так, здесь мы видим всех депутатов Которые в данный момент представлены в Кнессити Но, интересно, те, кто подсвечен, видите, сереньким Их на данный момент в зале, именно в зале, не присутствует А так, еще интересный момент, что здесь около практически 18 депутатов Из 120 представлено новыми репатриантами Из всех стран мира, конечно, соответственно И плюс ко всему можно нажать на каждого депутата И прочитать про него, в том числе на нескольких языках Такой вот момент Дальше здесь представлены подарки, которые были подарены к Месоту Из различных парламентов и других каких-то учреждений Или просто кто-то дарил Вот здесь такая небольшая выставка Пойдемте дальше А внизу мы можем увидеть столовку Пойдемте Вон там А, вот там курилка Вон там Вон там курилка Все, бежим у нас, как всегда, все в сейс-ноте Играет музыка Играет музыка Зал заседания Только что мы вам показали Там идет голосование В самом зале заседаний практически нет депутатов Вы видели Ну не знаю, как идет голосование само по себе Но вы видели, что зал полностью пустой Играет музыка Приехавшись за прошлый год То теоретически В принципе нужно где-то, ну, наверное, учителей 800 То есть это так, чтобы закрыть потребность Проблема в том, что многие уходят на пенсию То есть люди, которые преподавали и работали в Ульпанах Уходят на пенсию Новые не идут Потому что условия работы в Ульпанах И они относятся к профсоюзам К профсоюзам учителей младших классов То есть у нас те кто-то там вообще вот китуловики Я не знаю Адварь השני Адварь השני Акнесет И авбикорит Негид амун Аминшака Второй долг Важная кнесета Это контролировать правительство Да Ахам дико бессирк Верно Да, деборот Да, да Да, да Дебор от Теба Адварь шиньи Зе Аминфгаш Ну, что тем баим вина Ахам Птухи Бои шерут митсуян Ахам Тебы Тебы И рады, что вы пришли к нам в Кнессет проведать от нас. У всех людей в этом доме есть хорошие намерения. Это не всегда те же самые намерения, но хорошие. Поэтому здесь есть очень много политических споров, но это только часть всего этого дела. Я думаю, это и от себя, что есть коллега в Шарьево, в Шарьево, в Шарьево, в Шарьево, в Медина. Здравствуйте, добрый вечер. Рад приветствовать вас здесь, в Кнессе, в рамках вот такого визита. Вы попали относительно в бурный день в Кнессе. Тут активно идут голосования, которые закончатся, думаю, где-нибудь завтра днем, сплошным конвейером. И Кнессет часто активно работает, потому что это конец зимней сессии парламента. Идет активное голосование, в том числе на дочек, которые голосуются очень контроверсальные законы. Сейчас была блиц-встреча с депутатами Кнессета. По-моему, мы всех посмотрели, судя по количеству того, кого вы видели. Учитывая, что их всего 120 человек. Человек, наверное, 5-6 мы увидели. Из интересных был дядечка, который возглавлял... Министром обороны был в Израиле. Причем я так понял, что довольно долго такой интересный. И дядечка в возрасте уже он был замминистра обороны. А сейчас кто он там? Что-то с экологией, да, у него связано? Мы ему напишем про наше дерево норийское, которые плохо себя ведут. Все, сейчас идем фотографироваться. Пойдем. Так, что хочется сказать. Мы наконец-таки сфотографировались. А еще мне дали визиточку. Мне дал визиточку депутат по экологии, который здесь этим всем занимается. Я хочу написать по поводу дерева в Нории. Потому что я очень сильно страдаю от того, что это дерево уже 2 года держат в сетке. Мне кажется, что это издевательство над природой. И, в принципе, это реально убийство этого дерева. Тем более, что это одно из самых интересных деревьев в истории. И, в принципе, эти деревья нужно защищать. Поэтому я хочу написать. Все, это я. Все, что хотела сказать. Итак, была экскурсия по Кнесету. Сам Кнесет не скажу, что прям супер-супер интересно. Внешне он более интересен, потому что он находится в таком чистом поле, назовем это так. Здесь вообще комплекс зданий. Здесь и суды, и правительство, и какие-то министерства тоже находятся в том числе. Но приехать побывать интересно. Интересно, более интересно было узнать информацию именно. То есть, как это все было устроено. Посмотреть про декларацию, послушать про нее, про декларацию независимости. Посмотреть в том числе зал заседаний, который мы видим по телевизору, кто смотрит новости и все остальное. Вот. Но, в целом, экскурсия интересная. Поэтому. Это был канал из Москвы в Израиль. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. И смотрите другие наши видео. Ну и, конечно, будьте счастливы. Всем пока. Ну все. Вот мы вышли из Кнессета. Не удержали. Здесь реально фонарики. Я очень люблю фонарики. В принципе, мне Кнессет понравился. Достаточно доброжелательно. У Дениса выросло это несколько рвотный рефлекс, связанный с его бывшей работой. Поэтому он все, что вот это больше политическое, он не хочет и не любит. Ему нравится теперь бизнес. Он более свободный. Он теперь более тусовый. Никаких пиджаков, никаких костюмов. Так что он счастлив и в Кнессет возвращаться не хочет. Отсюда просто бежит. Поэтому я закругляюсь. Всем пока-пока. И, конечно же, будьте счастливы. Субтитры сделал DimaTorzok